...либо венчиком гремишевое содержание до тех пор, пока оно не закипит и не образует густой сироп. Затем этот сироп ароматизируем, добавляя киш или руль, в зависимости от вашего вкуса. Для оформления блинов мы используем горячую посуду, среди которой кладем. А что ты подаришь нашей милочке? Вот это никуда не катится. Давай подарим нашей милочке нашим портам, чтобы пактеры. А помнишь наш старинный семейный рецепт? Всем привет! С вами Нина Тарасова. И сегодня особенный выпуск, потому что у меня день рождения! И у меня есть одна традиция. Я сама себе никогда не готовлю именинный десерт. Поэтому сегодня для меня готовит мой муж! Всем привет! Димочка, прошу любить и жаловать! Для моей любимой жены мы сегодня приготовим семейный рецепт. Очень древний, настолько, насколько я даже не знаю, сколько ему лет. Но моя мать его периодически, раз лет в 10, мне готовит, когда накопит долги передо мной. Сколько она тебе должна уже? Пять. Пять пирогов. Ну, один мы вчера ее смогли заставить приготовить, поэтому, как прогонный, да? Чтобы вспомнить, как его готовить. Соответственно, минус один долг. У меня золотая цвекровь. Она приехала к нам в гости. Стаканы, потому что весь рецепт записан в стаканах. Она у себя взвесила дома. Сказала, сколько в стакан влезает муки, сахара. Чтобы у нас точно сегодня, ну как у нас, в Димочке. Ну, в принципе, все получилось. Вроде все получилось. Ну, мы повторим и сделаем еще лучше. Конечно. Для тебя. Спасибо, дорогой. Итак, все ингредиенты для этого чудесного, моего именинного пирога будут в описании к видео. А сейчас, Дмитрий, твое слово, родной. Все просто. На самом деле, очень простой пирог. Его сделает любой мужик. И не только мужик, но и красивая, любимая женщина. Ну, меня мама, собственно, учила это делать лет шести. Но не так часто. Значит, что нам потребуется? Мука, масло. Масло надо брать желательно хорошее. Советский рецепт это маргарин, но нам от него можно избавиться. Поэтому берем масло, желтки, сахар. Нам понадобится как для желтков, так и для того, чтобы сделать взбитые белки. Ну, или меренга. Меренга у нас французская. Я вчера его научила. Простая, чем отличается, читайте на сайте. Но если что, мы можем вкратце потом рассказать. А расскажи, вот запомнил ты? Ну, французская нам не понадобится сироп, а итальянская нужен сироп. А швейцарская? А это уже не ко мне. Вот, значит, к швейцарцам это не к нам. Значит, инструменты мы не объясняем. И, собственно, яблоки. Развесовки у нас будут написаны под вот такое количество яблок. Мы взяли, по сути, 8-9. Обязательно разного сорта. И желательно, чтобы яблоки выбрать такие, которые дадут сок. Это очень хорошо. Также надо обратить внимание, что если вы печете этот пирог, или как правильно, выпекаете? Выпекаете. Зимой лучше кожицу срезать, когда будем натирать яблоки. Летом, когда свежие вот эти вот сорта, там очень нежная кожица. Можно прямо с ней, хоть с огрызком, хоть натирай, как хочешь. Вот, уксус и сода. И, пожалуй, наверное, все. И уделить внимание нужно форме для выпекания. Раньше это были подносы противни прямо с духовки. Высотой 1,5 см. Противень самый обычный для стандартной духовки. Мы не делаем на противне, потому что у меня духовка нестандартная. У меня противень 60 на 40. Вот, для вашей... У тебя 90 на 40. 60 на 40. Да, ну ладно. Для вашей домашней духовки обычный самый противень. То вот эти все ингредиенты, тютелька в тютельку на него. Мы будем использовать вот такую форму. Пирог будет чуть выше. Но ничего страшного, как сказал Дима и моя золотая золотая золотая. Да бы если просто противень и игла не болит. А у меня просто низкие бортики, поэтому этот противень мы не можем использовать. Итак, с чего ты начнешь? Значит, мне понадобится твоя помощь. Ты будешь выбирать или замешивать не самые приятные части. Не-не-не-не-не-не. Я сегодня красивая. Я сегодня... По ходу дела. Тогда с тебя меренгу. Да. Меренгу я могу сделать. А я тогда сначала, наверное, взобью желтки с сахаром. И они могут постоять, спокойно подождать, да? Да. Ну, в общем, я делаю как с шести. Значит, это все обычным венчиком. Взбиваем, втираем кто как. Форма будет сначала такой. Она выглядит как, не знаю, что-то такое сухое, наверное. А потом превратится в оболь моталь. Кстати, масло лучше использовать холодное. Это уже мы узнали, когда поработали с профессионалами. Раньше люди даже растапливали, но это большой минус относительный. Расскажешь ты, почему, да? Ну, потому что, смотрите, здесь сначала я думала, что это должно быть просто песочное тесто. Если бы мы сделали просто песочное тесто, скатать в шар, раскатать, то масло взяли бы потопленное, либо комнатной температуры, либо очень размягченное. Тогда бы у нас все хорошо объединилось. Но так как идея в том, что это должен быть крамбл, штрейзель, такая рассыпчатая песочная крошка, то нам не нужно, чтобы тесто объединилось. Поэтому масло холодное. Растираем муку до состояния вот этой масляной крошки. Ну, сейчас покажем. А потом добавляем уже наш гоголь-моголь. О, как у тебя красиво получается. Да, он поменял цвет, стал очень светлым. Вот, желтки были максимально желтые. Да, на венчике вот он держится. Это пока откладываем. Руки я помыл. Но для тех, кому не нравится мое кольцо, я его обязательно сниму. И мы все делаем чистыми руками. Скажи, что там еще соль. А, еще мы добавляли соль муку, да. Ну, примерно пол чайной ложки. Ну, мы напишем, да? Щепотка. Щепотка, да. И все, это, собственно, вот так вот втирается масло. Скажи, скажи, что тебе вот не нравится это ощущение. Я ненавижу эти ощущения. Я ненавижу персики есть. И для меня мука, это то же самое, что шкурка обычного персика. Ужасное ощущение. Вот это вот шуршава, как язычок котика. Вариантов много. Кто-то вот так вот перетирает. У меня мама, она перетирает вот до такого состояния. Я, чтобы ускориться, всегда делал комки. Они вот так вот получают. А потом уже их рассыпаешь. Так проще. Скажи, пожалуйста, а этот пирог же можно делать не только с яблоками? И этот пирог я очень еще люблю делать с черникой. Не с вареньем, а именно с ягодами? Именно со свежими ягодами, да. Именно с черникой. Больше, честно говоря, мне ничем не понравилось. Пробовали со сливами. С вишней? С вишней, по-моему, тоже. Но это все такое кислое. И вишня, она очень сильно дает воду, сок. И тесто, оно прям будет клёклое. Ну, на любителей, наверное, я не люблю. Лучше всего яблоки. Ну и чернику попробовать. Наверное, с вареньем не получится просто нанести белки. Да, их надо же раскладывать, как бы, или как это называется, размазывать, наносить. Не получится. А в первый раз ты этот пирог в 6 лет попробовал? Ну, наверное, раньше. Я просто помню, что в 6 лет мне, наконец, мама попросила ей помочь, вот, помыть яблоки. Кстати, Дима, он вообще не из кулинарной темы, чтобы понимали, что, как бы, шеф-кондитер, зашел шеф-повар и сейчас делает пирог. Нет, для него это тоже экшен, потому что он работает в совершенно другой сфере, которая не связана с кулинарией никаким образом. Но он прекрасно готовит. Ну, это, конечно, перегибаешь, ремнистишь. Я просто могу готовить и, в принципе, кое-что люблю. Ну, на самом деле, ты же помнишь, что я хотел поступать, учиться на кулинар, но мне не пустили. Да, представляете, дедушка же не пустили. Дедушка мне сказал, зачем тебе это надо, ты что, готов все время варить супы? Вот, мы же тогда не понимали, что можно, в принципе, нужно развиваться, изучать и есть, не обязательно работать в горячем цеху, в конце концов, надо всегда. Ты знаешь, как судьба тебя нашла, спустя столько лет, товарская тема, где я вернулся в лице и меня. Да, и можно вообще больше, собственно, не готовить и не думать об этом. Ну-ну-ну-ну-ну, на самом деле, дома мне очень часто радует обедами, ужинами, очень вкусно готовят. Мы, в принципе, вот с этим, с этой частью мы закончили. Вот, что у нас дальше, вот у нас такое получилось. С этим мы закончили и мы вводим, я вот только про соду нам надо не забыть. Хорошо. Погасить соду. А потом. Ты решила мне помочь все-таки? Да. Ну, примерно пол чайной ложки, я на глаз, у меня почти все на глаз, поэтому... Ну, а вы соблюдайте, пожалуйста, рецептуру. Кондитерка, она это делает такое, это не кулинария, где можно быстренько что-то добавить и исправить. В кондитерской части такое почти невозможно, только если это не кисель. Так, ну, лучше это делать большой уже ложки, и мы это все по старинке гасим обширом. Главное не переборщить, иначе будет очень сильный уксусный вкус, а он нам не нужен. Ну, все, это мы погасили. Добавляем наше тесто. И руками также продолжаем все это замешивать. Можно лопаткой, чтобы руки не пачкать, кто как хочет. Ну, наши бабушки месили, и мы месим. Не будем отступать от рецептуры и привычки. Значит, нам нужно получить консистенцию песочного теста, да, можно же так сказать? Я не знаю, как его назвать. Ну, наверное. Крошки, песочные крошки. Да, песочные крошки. Точно так же все перетирается. Немножко намусорим, но это не страшно. Потому что убираться тебе. Да, уберемся, конечно. День рождения уж мы тебя освободим от твоих маленьких обязанностей. Вот, тесто становится совсем желтого цвета. Не знаю, ну, желтки добавили, поэтому каждый раз все цвета меняются. Вот у меня такая крошка получилась. Можно это все сначала, конечно, вот так жестко сделать, замесить. Оно прям слипается. Но чтобы потом все долго не перетирать, лучше это делать сразу. Все, ничего сложного нет, к миске вообще ничего не прилипает. Вот, все такое сухое, очень теплое, приятное на ощупь. Самое главное, все очень просто. И теперь выкладываем форму. Я уверена, что в каждой семье есть какой-то рецепт семейный с историей, да, который вот именно родом из детства. У меня это Наполеон, потому что мама на каждый праздник, там, день рождения, Новый год, 8 марта, без разницы, какой праздник, у нас всегда дома был Наполеон. А вот у Димы это вот такой пирог. Не, ну это не совсем прям вот наш праздничный, ну, и да, и нет, но есть тоже торт. Если мы про пироги говорим, то это мой любимый. И мама мне его, конечно, чаще всего делает. А пироги, а торт какой? Ну, торт у нас, у меня был, по крайней мере, и мать его делает каждый год. Это птичье молоко, но и не то птичье молоко, которое все сейчас подумали. Это не вот этот зефир, а это просто масляный, наверное, заварной, не знаю, как правильно. Наверное, масляный крем с лимоном, бисквитные коржи, там и шоколад добавлять. Ну, в общем, все, что можно было быстро, еще в советские времена, видимо, быстро сделать, найти и не заморачиваться по поводу всяких там добавок и изысков, то это был вот такой торт. А так еще есть у нас пироги, конечно. А почему ты не торт мне делаешь птичье молоко? Ну, слушай, до торта я еще не дороже. Вот, и это будет, пусть это мама делает. Раз в год этого достаточно, как раз. На следующий день рождения мы зовем нашу маму. Думаю, что да. Я даже не буду спорить с тобой в этом плане. На этом мы и остановимся. Все, тесто я это делал. Получилась вот такая вот крошка, наверное. Можно это так назвать. Крупных комков нет, это кажется, но они рассыпаются. Все, можно это все выкладывать в форму. Вот, собственно, берем форму, то, о чем мы рассказывали вначале. Кому какой удобно. Остановимся на этом. У нас такая. И выкладываем наше тесто. Я думаю, что мы его даже все используем. Да? Да. Давай. Давай. Надо утрамбовывать, либо должна быть воздушная текстура. Как вот здесь главное? Ну, я бы сказал так, что я никогда не утрамбовываю. Вот, но для тех, кто прям хочет, наверное, и будет, если будет делать этот пирог, и не раз, то я бы попробовал несколько вариантов. Потому что все зависит от яблок и от меренги. Нужно очень уделить этому внимание, чтобы тесто пропиталось. Мне кажется, если его сильно утрамбовать, наверное, оно не пропитается. Потому что самый смак этого пирога, ну, как по мне, опять же, это есть его на следующий день, когда уже все осядет. Белки или меренга, она вообще по-хорошему должна растаять. Я люблю, когда такой вариант есть. У меня мать, она любит, когда, например, меренга сухая. Ну, как она вчера нам и сделала, да? Да. Я люблю, когда меренга пустит, как ты это называешь, слезы. А, есть такой эффект, когда на поверхности меренги выступают капельки, когда он начинает таять. Этот эффект в кондитерке называется слезы ангела. Да. Есть даже десерт такой, который называется слезы ангела. Да, и вот они, кстати, вот эти капельки, они такие очень вкусные, они непритерные, интересные. Ну, я это называю соком белков, ну, кто как. Звучит не очень. Примерно вот такой толщины, надеюсь, будет видно на камеру. Ну, вот у меня получилось где-то сантиметр. По сути, все это занимает, ну, вот семечки лучше убирать, но, в принципе, ничего страшного, если они попадут. Я в детстве был очень ленивый в этом плане, никогда не любил помогать, особенно все, что связано с огородом и прочее. Ну, вот как-то, поэтому стирал яблоко полностью, да, с огрызками. Вообще отлично. Все эти летние яблочки, они годятся. Зимние, к сожалению, уже жесткие огрызки, наверное, лучше не стоят. Кстати, может быть интересно с грушей попробовать, но на вкус и цвет. Меренга, до каких пиков нам надо взбивать? Прям плотную меренгу, мягкую, растекающуюся. То, о чем я говорил две минуты назад, наверное, есть смысл уделить этому внимание на опыте, сделать два раза. Потому что вчера мы сделали очень плотную, она слез не пустила. Она высохла, как вот любит наша мама, Алла Петровна, что прям хрустящая получилась корочка из этой меренги, как безе. Само приготовление, выпекание зависит от духовки, у каждого своя. Температуру, кстати, мы... 170-180 градусов, опять же, зависит от силы вашей духовки. Вот Алла Петровна нам сказала, что это должно быть 170, но на 170 у меня даже не подрумянивалось. И через 30 минут я перевела на 180 и еще 10 минут держала. Возможно, из-за этого пересушилась. Мы почему сделали заранее? Чтобы проверить два вот этих эффекта. Отстоявшийся сутки пирог, который должен был пропитаться, хорошо высохнуть. И у нас будет свежий, только из духовки пирог, чтобы посмотреть, какой мне больше понравится. Ну, да, я-то все съем. Мне нравятся оба в целом. Ну, я говорю, интересно, когда он пропитается. Те, кто любит, знаешь, вот бывает мокрые пироги, там, мокрые бисквиты, да, вот какие... Ну, это как ты любишь. Ты же любишь мягкое все? Он, вот, тарты, печенье хрустящее, он все это не любит, это не для него. Вот, а все, что мягкое печенье, какие-то вот нежные... Я люблю такие десерты, которые не надо запивать чаем. Все, чтобы желудок не заливает лишней водой. Есть еще, кстати, второй вариант этого пирога. Многие делают, нарезают дольками, тонкими дольками, выкладывают. Наверное, будет то же самое, но это, блин, по мне это тяжелее. Проще вот натереть на терке. Пюре точно нам не нужно, поэтому тремную терку. Вообще, кстати, ты вот изучаешь историю всяких кондитерских... Ну, у тебя больше кондитерки, да, и в том числе, конечно, и кулинарные вещи какие-то. Может быть, есть смысл поискать, откуда этот пирог взялся, я не знаю. У нас он очень давно в семье уже, то есть, наверное, мою маму тоже кто-то научил. Я никогда не спрашивал. Я знаю только, что бумажка, которую она мне присылала для фотографий, ей лет 40-50. На ней нет никаких разрисовок, громовки вообще нет. В стаканах. Даже нет времени выпекания. Все в граненых стаканах. Граненый стакан, граненый стакан. Я думаю, так, мне надо отвесить ингредиенты. Я такая, граненый стакан, у меня нет граненого стакана. Сколько это? Сколько вешать в граммах? Конечно, этот пирог я уже делал и не раз, и в нормальном в своем возрасте. Ага, тот, кто вчера маме звонил. Мама, приедь, помоги мне, пожалуйста, с пирогом. Ну, слушай, года три не делал, да. Зачем? Когда у тебя жена готовит, зачем заморачиваться-то? А тут, видишь, что-то мне какая-то сила подсказала, что надо сделать пирог. Какая сила? День рождения любимой жены. Вот, в общем, вот что у нас получилось. Это, назовем это пока заготовкой. У нас осталось только нанести белки. Вот такие. Ну, да, обычный белок. Нежные, деликатные белочки. Все, ну и выкладываем это дело мощно. Беренга у нас ближе к мягким пикам получилась, мягче, чем мы делали вчера. Вчера у меня прям такой пум, а сегодня такое подтаявшее мороженое. Вот, и надо закрыть полностью. Очень легко это делается, если мы вот так вот наносим. Не просто вот сейчас вот здесь будем, а прямо сразу до края и втирая в нашу форму. Потом уже мы распределим до конца. Нам главное сейчас все поле закрыть. Тебе же понятно, когда его делать? Да. Ага, хорошо. В следующий раз, я надеюсь, это будет профессионально сделано. Уже твоими силами. И, наверное, я тебя даже попрошу на мой день рождения сделать пирог, но не с яблоками. И ставим в духовку. Да, все, можно. Все. И выпекаем где-то около получаса. Посмотрим, что у нас получится. Да, будет хорошо. И так, через 30 минут мы достали мой прекрасный именинный пирог. Именинный пирог. Почему именинный? Потому что день рождения считается именинный пирог. Ну, окей. День рожденный пирог. Скорее, подарок. Мы же с этого начали. Хорошо. И вот у нас тот, который приготовлен вчера моей золотой свекровью и Димой, как тот пирог, который должен отстояться. И вот этот прям свеженький. Смотрите, он такой пышный, он чуть-чуть осядет. Сейчас, пока еще горячий, я аккуратно разворачиваю фольгу. Ой, красиво. А, ну вот мы сейчас увидим как раз вариант мягкой меренги. Да, здесь хорошо видно, как пропеклись яблоки, стали мягкими. Давай, выкину сразу. Угу. Аромат такой домашний, уютный. Мне просто очень не терпится. Так, кусочек раз. И... Очень мягкий, да? Ой, я же не показала. Я не хочу показать на разрез. Так, первый. Меренга получилась очень нежно. Я вот хочу, очень хочется ткнуть. Как-нибудь, может, ты... Но тебе не разрешают. Мне не разрешают, да. Приготовить разрешили. Здесь покажи сразу, как раз видно, как здесь разрез. Да ладно. Что-то мне кажется. Ну, опять же, яблоки, да, вот кто? Можно больше, можно меньше. Мы взяли средний такой. Попробовать. Сейчас. И? Свечку? Да. Где-то у нас была вот свечка. Тебе в любой? Давай в сегодняшний. Давай. Чик. Надеюсь, она горит? Не знаю. Да. Загадывай желание. Загадала? Вот тебе еще сразу букет. Что-то я вырастил тоже в честь дня рождения. Весь год выращивал. Спасибо тебе большое. Спасибо большое, что порадовал меня. Ну, все тебя поздравляем. Все, все, все. Да, от души. Мы тебя очень любим. Кушай. Спасибо тебе большое. За здоровьем. Да, я обязательно попробую. Но сначала я хочу кое-что предложить вам. Так как день рождения принято дарить подарки, я тоже хочу от себя подарить подарок. И даже сразу три. Расскажем? Да, конечно, обязательно расскажите. И я хочу подарить троим из вас мои книжки. Десерты родом из детства. Очень кстати. У нас и пирог, день рожденный родом из детства, и мои книжки. Что нужно сделать для того, чтобы их выиграть? Я думаю, надо что-нибудь такое простое. И в тему нашему сегодня выпуску, да, можно это видео, предлагаю, чтобы тебе в комментариях, где они должны написать, под закрепленным комментарием, твои подписчики написали, что они готовят своим любимым, наверное, точно так же и из кондитерки. Да, не надо, наверное, кулинарию тяжело, и тебе ни к чему. Твой канал, он больше сладкий, да? Да, хорошая тема. Значит, давайте так. Под закрепленным комментарием, только под ним я буду читать, вам нужно написать, каким десертом вы радуете своих любимых на праздник или вообще в любое время? Да, вообще, хоть завтра. Каким десертом вы радуете своих любимых, чтобы сделать приятно? Вам нужно обязательно быть подписанными на мой канал и на мой канал в Телеграм, потому что именно в Телеграме я буду вам писать, кто, собственно, у нас победил и кто получит три книги. Я буду выбирать не рандомно, там, с помощью какой-то там специальной программы, а вот что тронет мое сердечко. Что мне, какой комментарий мне понравится больше всего, какая идея мне понравится больше всего, то тот и победит. Три победителя получат книжки с автографом. Да, хороший подарок. Вот, а пока, с днем рождения меня, и я пробую свой прекрасный пирог. Пирог-подарок. Который приготовил мой золотой муж. Спасибо тебе большое. На здоровье. Приятного аппетита. А я не пробовал. Это прям, ты какой молодец. Да, вкусно? Угу. Ну, надо, чтобы он еще остыл. Ну, моя умница. Он, кстати, не такой сладкий, очень хорошо. Очень хорошо. Угу. Всем спасибо большое, и до новых встреч. Пеките неистово вместе с нами. До новых встреч. Спасибо. Ммм, это так вкусно, ты был прав. Попробуй. Класс. Тогда что стоишь, иди пеки. Пеки неистово. Продолжение следует...